Беззащитный человек утопает в море, хоть улыбка на лице, а какое горе! Как нашел ты меня, родной! Конечно! Прямо сейчас! Вы знаете, вы очень талантливый человек, и стихи мне очень беседливые, и приводит неизгладимые впечатления. Спасибо большое! Молчит он ко мне! Спасибо! А то ты не ко мне, не ко мне! Советская и российская актриса Наталья Негода – это актриса, дарование которой ярко вспыхнуло всего пару раз. У нее было две счастливые роли, но только одна из них подарила народное признание. Фильмография актрисы Натальи Негода не насчитывает десятки работ. Однако иногда для популярности нужно сняться всего лишь в одном фильме и получить взамен целый букет ярких эмоций. Одни ее ненавидели, другие любили, третьи восторгались смелостью и раскованностью. Все это благодаря единственной работе – картине «Маленькая Вера». Наталья появилась на свет 12 ноября 1963 года в Москве в семье советского актера Игоря Негоды и телережиссера Тамары Павлюченко, которая работала на таких популярных проектах, как «Будильник» и «До 16 и старше». С ранних лет школа для девочки стала настоящим испытанием, она совсем не хотела учиться, а сам процесс казался девочке довольно скучным. Наталья с детства грезила балетом и с трудом уговорила родителей отвезти ее в балетную студию. Однако из-за того, что девочка показалась слишком пухленькой, приемная комиссия и в школу балета ее не приняла. Позже, уже будучи подростком, Наталья пересмотрела свои взгляды на жизнь и захотела связать свою жизнь с актерством. И сразу после школы Негода отправилась покорять театральные вузы, однако с первого раза девушка не смогла. Но вот со второго раза Наташа поступила в школу-студию МХАТ на курс Олега Ефремова. Именно там актриса познакомилась со своей первой любовью, сыном руководителя курса Михаилом Ефремовым. У пары тогда завязались длительные и очень страстные отношения. С дипломом в руках Наталья попыталась попасть в состав актеров нескольких столичных театров. Во время показа дипломного спектакля никто из режиссеров не увидел в девушке нужный их труп и типаж. А вот московский тюз принял молодого специалиста с большей радостью, чем все остальные театры. Позже, не видя для себя перспектив в театре, Наталья решила попробовать себя в кино. Ее дебютом стала роль в фильме «Завтра была война» по книге писателя Бориса Васильева. В этом фильме Наталья сыграла скромную и романтичную школьницу Зиночку. А вот в фильме «Маленькая Вера», который так прославил молодую актрису, Наталья Негода попала случайно. На пробу она пошла с неохотой из-за того, что ей не понравился сценарий фильма и на пробах играла спустя рукава. Но режиссеру нужно было показать характер провинциальной девушки, которая запуталась. Эта неестественность в игре Наталье понравилась и он утвердил ее на главную роль. Наталья стала первой актрисой в СССР, которая не только согласилась раздеться перед камерами, но и сыграть откровенную сцену. Неизвестно, из-за откровенных ли сцен невесты или по другим причинам, но именно в этот период Ефремов стал все чаще ссориться с Наташей, а потом у пары и вовсе закончились отношения. Тем временем ее стали звать в США. Наталья Негода стала первой советской женщиной, появившейся на обложке западного плейбой. Казалось бы, после оглушительного успеха «Маленькой Веры» на Негоду должны были свалиться сотни предложений. Однако в России перестроечного времени она снялась всего в одном фильме, после чего ей предложили поработать в Америке, куда актриса с удовольствием уехала. В Штатах ей удалось сняться в четырех кинофильмах, которые тоже не получили особого признания, а она так и не стала мировой знаменитостью. Обратно в Россию Наталья решила вернуться в середине 2000-х и почти сразу была приглашена на главную роль в кинофильме «Бубен-барабан». Фильм вышел в 2009 году и снова, как и «Маленькая Вера», собрал множество фестивальных наград. Наталья Негода получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль, а также премию «Белый слон», гильдии киноведов и кинокритиков России. Замужем Наталья Негода была всего единожды. Перед тем, как уехать в Америку, она вышла замуж за обычного, ничем не примечательного московского парня, который позже приехал к ней в Америку и они прожили в браке 13 лет, после чего расстались. Детей в браке так и не случилось. Сегодня актриса не снимается, однако говорит, что не откажется от интересного сценария и с удовольствием снимется в кино. В СМИ часто пишут, что Негода ведет затворнический образ жизни, однако сама актриса себя затворницей не считает. У нее достаточно уединенный образ жизни. Наталья редко посещает светские тусовки по одной причине, ей там скучно. Актриса предпочитает проводить время с пользой. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!